Осмотр КРАЗа министром экологии начинается в цехе электролиза. Из-за режима неблагоприятных метеоусловий здесь действует правило. Может быть открыт только один электролизер вместо четырех. На этих кадрах видно, рабочие сейчас вообще не трогают крышки, чтобы абсолютно все газы уходили в газоочистку и были утилизированы. Если происходит случайная, внештатная разгерметизация электролизера, срабатывает автоматическая система видеомониторинга, которая оповещает работников по громкой связи, и те моментально реагируют. Павлу Борзых инновацию русаловских инженеров демонстрируют впервые. Режим неблагоприятных метеоусловий первого уровня красноярские метеорологи объявили во вторник в час дня. На КРАЗе на такой случай всегда есть план действий, который позволяет оперативно снизить выбросы до 20%. Основные мероприятия, которые мы выполняем при наступлении неблагоприятных метеоусловий, в первую очередь мы прекращаем планово-предупредительный ремонт газоочистного оборудования. Газоочистное оборудование работает в более усиленном режиме. Снижаем количество технологических обработок на электролизерах. Во время режима НМУ КРАЗовские экологи ежедневно днём и ночью ведут замеры внутри завода. На границе санитарно-защитной зоны и в близлежащих микрорайонах. Северный, Солнечный, Зелёная Роща, посёлок Кубеково. По данным специалистов, превышение содержания маркерных веществ не зафиксировано. Дополнительную проверку выбросов крупнейшего красноярского предприятия сейчас проводит лаборатория Министерства экологии. Мы приехали, прошли по цехам, посмотрели, насколько те мероприятия, которые прописаны в планах, реализуются на территории этого предприятия. Нам показали, что всё хорошо и, соответственно, всё делается. Одновременно с этим на территории санитарно-защитной зоны работает наша экологическая лаборатория, Министерство экологии и, соответственно, наши анализы получим чуть позже. КРАЗ снижает нагрузку на экологию планомерно. За 15 лет, благодаря строительству новых газоочистных комплексов, установке систем автоматического питания глинозёма, полного перехода на технологию экологического Содерберга, которые были инициированы основателем «Русала» Олегом Дерипаско, завод снизил выбросы на 40%. Следующий горизонт до 2024 года сократить выбросы бензопирена на 60%.